Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале о женской красоте. В этом видео вы узнаете о озонотерапии от целлюлита. Буду благодарна вам, если вы досмотрите видео до конца. И если оно будет для вас полезно, то ставьте лайки, делитесь видео с подругами и подписывайтесь на мой канал. Озонотерапия – инвазивная процедура, изобретенная в Америке и постепенно распространившаяся на страны Европы. Инвазия, или по-другому инъекция, это процесс введения под кожу лечебного состава с помощью микроуколов. Озонотерапию часто применяют для лечения дерматологических заболеваний и коррекции возрастных изменений, но для борьбы с целлюлитом ее стали использовать совсем недавно. Чтобы решить, использовать ли озонотерапию в вашем случае, взвесьте все за и против и ознакомьтесь с особенностями процедуры. Что такое озонотерапия? Озон – вид газа, который входит в состав воздуха. В медицине его используют как противовоспалительное, иммуномодулирующее, ускоряющее процессы заживления средства. Чаще всего его используют для физиотерапии и применяют наружно. В качестве профилактической миры озон добавляют в состав питьевой воды или витаминного коктейля. В косметологии озонно-кислородные коктейли вводят под кожу и в жировую клетчатку для получения лифтинг-эффекта и лечения в игревой сыпи. Коктейль вводят с помощью шприца или специального аппарата со сменными насадками. Его можно применять ко всем проблемным зонам – бедрам, ягодицам, рукам, талии, шее, лицу. Эффективность процедуры зависит от состава азотной смеси и квалификации специалиста, который ее проводит. Влияние озона на целлюлит. Озон усиливает микроциркуляцию в тканях, но напрямую на состояние кожи он не влияет и не способствует ускорению обменных процессов. Для стимуляции выведения продуктов распада нужно применять комплекс процедур. Озонотерапию нужно обязательно сочетать с лимфодренажным массажем и обертываниями. Если вы ограничитесь одними уколами, результат процедуры будет малозаметным или вовсе незаметным. Вы страдаете от апельсиновой корки на ваших бедрах? Вы потратили уже кучу денег, чтобы избавиться от целлюлита, но ничего не помогает? Вы хотите иметь гладкую, подтянутую и эластичную кожу? Тогда вам необходимо обязательно прочитать статью о том, как, наконец, максимально просто и быстро избавиться от целлюлита навсегда. Ссылка на нее в описании под этим видео. А мы продолжаем дальше. Особенности процедуры. Болезненность инъекций сложно оценить объективно, поскольку у каждой женщины свой болевой порог. Польза от влияния на организм озона неоспорима, но процедура ввода озона посредством инъекций может быть опасной. Проводить ее должен только дипломированный специалист, который знаком с анатомическими особенностями, строениями жировой прослойки и расположением сосудистой сетки. Процедура проходит следующим образом. Косметолог заправляет шприцы озоном и выбирает обрабатываемую зону. За один сеанс можно воздействовать только на один участок. Далее он вводит лекарства, выполняя серию уколов. Игла входит под кожу на глубину 1-1,5 см. Для женщин с низким болевым порогом это может быть достаточно неприятно. В зависимости от способности клиентки приносить уколы, косметолог варьирует длительность процедуры от 20 до 40 минут. После уколов большинству женщин требуется 2-3 часовой отдых. Применять массаж сразу же после озонотерапии нельзя. Сначала должны затянуться маленькие ранки, оставленные иглой. Если во время процедуры были допущены ошибки, клиентка может почувствовать сильное жжение в обрабатываемой зоне. Может появиться головная боль, тошнота, рвота. Если озон попал в кровеносный сосуд, на коже проступят гематомы. Сколько длится курс лечения? До начала лечения косметолог должен ознакомиться с результатами анализов и определить количество процедур. В среднем для лечения целлюлита 2-3 степени требуется от 8 до 12 процедур. После окончания курса для поддержания результата желательно каждые 2-3 месяца проводить профилактический курс озонотерапии. Противопоказания. Озонотерапия имеет обширный ряд противопоказаний. Это внешние и внутренние кровотечения, активная фаза менструального цикла, патологии сосудов, особенно варикозное расширение вен нижних конечностей, псориаз или аллергический дерматит, эпилепсия, склонность к судорогам, обострение хронического заболевания, нарушение в работе эндокринной системы, нарушение целостности кожного покрова, респираторная вирусная инфекция, беременность или период грудного вскармливания, доброкачественные или злокачественные образования. Курс озонотерапии нельзя сочетать с медикаментозным лечением и тем более с курсом химиотерапии. С осторожностью следует относиться к инвазивным процедурам женщинам, имеющим на теле большое количество родимых пятен и тем, кто в прошлом уже болел кистозом или удалял папилломы. Исследования воздействия азота на онкологических больных дают противоречивые результаты. Некоторые специалисты утверждают, что озон способствует уменьшению опухоли, другие считают, что он наоборот провоцирует ее рост. Поэтому перед началом озонотерапии я настоятельно рекомендую вам пройти обследование, чтобы убедиться в отсутствии новообразований. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео.